Чем ближе Новый год, тем больше бегунков отмечают в полиции. Ситуацию с несовершеннолетними взяли под особый контроль. В чем он выражается и о чем стоит задуматься родителям, выясняла наша съемочная группа. Мелкий шаг, цепкий взгляд. Уличные патрули перешли на усиленный вариант несения службы. Особое внимание малышам, которых не сопровождают взрослые. Оказалось, такое бывает. Причем не только днем, но и в кромешной темноте. Сегодня ночью на улице Безбокова случайные прохожие встретили двух малышек трех и четырех лет. Девочки искали свою нерадивую мать, которая уложила их спать и отправилась по своим делам. Полицейские нашли ее в гостях у знакомых. Женщине грозит уголовное дело за оставление детей в опасности. Но такое наказание скорее исключение. Чаще родителей в Иркутской области штрафуют. В основном за побеги из дома подростков. По региону таких бегунков за год может набраться 800-900 человек. Каждый десятый из них из благополучной семьи. Убегают от непонимания и ссор. Под Новый год бегут за ощущением праздника и свободы. 91% приходится на долю воспитанников самовольно ушедших из детских учреждений. При этом наибольшее число зарегистрировано в Иркутске и в городе Ангарске. Полицейские озабочены тем, что в период самовольных уходов подростки могут стать жертвами преступников. Есть и обратная сторона. В период подобных уходов несовершеннолетними совершаются преступления. Большинство из которых относятся к имущественным. То есть это кражи, грабежи, разбои. Этого можно не допустить. Для начала розыска несовершеннолетнего, в отличие от взрослого, достаточно одного звонка. Каждая минута может стоить ребенку здоровья или даже жизни. Владыр Бакова, Владимир Пинаев. Новости по будням.